Друзья, я расскажу или нет? Или всем хорошо? Рассказывайте. Хорошо. Давайте мы слушаем. Слушаем дальше. Мы профессионалы. Хорошо, нам рассказывайте. Дальше вам предложим баварское темное. Это классический немецкий дункель с низового брожения сорт, сваренный на светлых дрожжах и подсвеченный темным солодом. То есть у него во вкусе небольшая карамельная составляющая и кофейная послевкусие. Оно приходится очень, наверное, в тему тем людям, которые уважают кофе, которые ценят эти моменты и я думаю, что придется во вкусу вам. Девоньки, давайте попробуем начать с баварского темного. Это кузбасский арахис. Это формат. Нет. Это из Томска. Темное начнем. Так, лимонад пока приберем. Оставим два баварских темного. Давай с этого. Так, только вот что-то нам налили баварское светлое, да? Ай, какие молодцы. А вот это же темное. Это Байкал. Классика. Классика язвенников. Да, мы продолжаем. Это баварское светлое. Но это баварское светлое. Классика Калинкина. Самый первый сорт, который был сварен на Калаваре. Очень темное. И с тех пор к темным мы придем чуть-чуть попозже. Не чистите. Нечайшая популярность. Это самый популярный сорт Калинкина, в принципе, который продается. Он варится уже больше 20 лет. Это с баварское светлое. Оно не... Те рецептура не изменялась с самого начала. Рецептура как была изначально прописана, так она до сих пор и есть. То есть в составе немецкий филот Ваерман в двух сортах, да, в двух вариантах. Да, и еще немецкий филот Техангер. Соответственно, это тонкоароматный филот, который позволяет филу раскрываться более полно. Давайте начнем с баварским светлом познакомимся, потому что это формат, который реально стоит попробовать.